Спасите животных от жестокого обращения. Это требование все чаще стало звучать в нашей стране. Люди активно пытаются привлечь внимание всего общества к проблеме жестокости, ведь зло должно быть наказуемо. Как защитить животных от рук людей, как воспитать поколение, которое никогда не поднимет руку на живое беззащитное существо. Нам не безразлична жизнь братьев наших меньших, и об этом мы сегодня и поговорим. Самара, вам слово. Спасибо, Тольятти. Кажется, что в последнее время по нашей стране прокатилась целая волна случаев жестокого обращения с животными. Или просто их стали чаще замечать, или это был услышан голос зоозащитников. Одни утверждают, что социальные сети и интернет влияют на жестокость людей, и особенно подростков. Но, быть может, если подобное вызывает возмущение, то еще не все потеряно. Сегодня в студии ток-шоу «Суть дела». Постараемся добраться до самой сути дела. Недавно произошел случай, который возмутил не только защитников животных, но и всех самарцев. Обычный частный дом на южном проезде. В советском районе Самары, таких как он, вокруг сотни, по участку бегают курицы и собаки. Четвероногие друзья человека находятся и внутри. И этим летом по просьбе зоозащитников, точнее не по просьбе, а по настойчивым обращениям в гости к хозяину заглянули полицейские. И обнаружили, что в клетках находятся собаки, около 11 животных, а повсюду валялись шкуры, кости и другие останки. Но по всем признакам здесь располагался подпольный цех по забою собак. По информации оперативников, животных отлавливали на улице, забивали и поставляли на мясо в кафе, которые находились на рынках города. И вроде бы история на этом должна была закончиться, цех должны были закрыть. Но, как оказалось, у этой истории было продолжение. Буквально недавно, в октябре, прошел еще один рейд и выяснилось, что цех продолжает функционировать. Конечно, на бизнесменов завели уголовное дело, один из них даже был выдворен на родину, во Вьетнам. Но зоозащитники утверждают, бизнес на собаках продолжается. Так, будет ли счастливый конец у этой истории? Мы обратились к полицейским за помощью неоднократно. Вот в этот раз нам помогли. И когда туда приехали, хозяин, который представился Толиком, он выносил как раз уже убитую разделанную собаку. И я не смогла туда зайти, в принципе, и полицейский не пустил. Они пошли туда, он увидел, что в клетке, в одной клетке сидело несколько животных, именно собак. Вот, потом он оттуда вышел и сказал, что да, собаки там, и стали вызывать следственный отдел. Но хозяин, я так понимаю, он же как-то объяснял наличие этих животных? Он мне объяснял, он был очень удивлен, а что он сказал, этого делать нельзя. Он не отрицал, что это была убитая собака. Он удивлен тому, что мы приехали, поэтому был вопрос. Антисанитария стояла ужасная. Там животных убивалось настолько много. Во-первых, вот только я одна, 8 месяцев пыталась это сдвинуть с места, не получилось. Вот мне помогали мои коллеги. Что происходило с собаками потом, вот после того, как их убивали? Куда относилось мясо, грубо говоря? Ну, это Кировский рынок и птичка туда отвозилась. Но, наверное, лучше эту информацию вам предоставит сам непосредственный человек, который этим занимался. Я так понимаю, что исходом дела вы особо недовольны. Да, мне отказали. Я была заявителем, мне отказали и сказали, что я не потерпевшая сторона, я до сих пор не могу даже получить, как это сказать, отказ, заключение, да. Потому что я обратилась к следователю, он мне сказал, что вам выслали, ждите. Я прождала полтора месяца, ничего не пришло, но вчера отнесли уже письменное заявление, заверенное в дежурной части, нам номер дали входной. Ну, вот в октябре еще раз вернулись. В октябре получилось так, что опять жители, местные жители нам помогали. В принципе, благодаря местным жителям все это получилось. Они неоднократно обращались и в дежурную часть, в советское РОВД, и в прокуратуру, но везде получали отказ. И вот чисто случайно уже дозвонились до моей коллеги, и мы созвонились. Вот я стала вынашивать вот эту тему. Я приезжала неоднократно туда, шкуры, огромное, большое количество шкур, голов, то есть там все это в мешках, все это было навалено, прямо напротив его дома. Вот. Мы пытались найти машину, но не успели этого сделать. Но вот в тот раз, когда рано утром меня разбудили, в полдевятого я уже была там, мы машину не успели застать, она уже уехала. Но вот 11 собак я успела спасти. Это же вьетнамец, у них так принято. И я так понимаю, что заключение правоохранительных органов, животные умерщвлялись гуманным способом. У нас нету санитарных норм по поводу мяса собак. Это раз. Во-вторых, собаки были похищены. На сегодняшний момент собака является имуществом. Собаки, возможно, они гуляли, да. Но это частная собственность, и это домашние, социализированные собаки. Собаки, которые могли подойти, не причинить вреда. Как правило, уличных собак, которые могут принести какую-то там агрессию, не дай бог, вот, их не поймают. Но вы знаете, зарубить... Получается, вас возмущает факт кражи или... Меня возмущает факт убийства животных. Действительно, если вы уверены, что собаки были украдены, давайте тогда так, есть чип, или должен быть чип первый, да, есть клеймо у собак, при помощи которого мы можем найти, в принципе, владельца. И здесь уже в этой связи мы можем уже понять, что да, действительно, эту собаку эти люди у меня украли. Но мы нашли двух хозяев. Тогда здесь уже вступает... Мы нашли двух хозяев. ...уже другая совсем... Такое потерянное домашнее животное должно содержаться 6 месяцев силами муниципалитета. Это, ну, гражданский кодекс, все же, мы должны его признавать хоть чуть-чуть, да. Пока законодательно не введено это правило, что все должны быть чипернут. Идея очень хорошая, я согласна с вами. Скажите, ну, вот, понятно, закон говорит об этом, да, но вот если рассматривать с точки зрения жестокого обращения с животными... Ну, вообще, это ужасно. На мой взгляд, это ужасно. Ну, коров же тоже забивают, а вы, если честно, коров мне тоже жалко. А вы кушаете говядину? Ну, может, мы еще не готовы жалеть коров? Я вы кушаете говядину? Нет. И я нет. То есть, вы ничего животного вы не едите? Ну, я стараюсь не есть, да, то есть, мне действительно жалко, ну, с какого-то момента, да. Но я понимаю, что общество, может, для этого не готово. Но, может, мы готовы хотя бы часть животных жалеть, которыми мы близки. Именно домашние. Это же здорово, это очень ценно для нас. Посмотрите, что вокруг действительно происходит. Это может наш шанс быть более человечным. Если мы готовы жалеть собаку, давайте воспитывать это в детях, давайте ценить, передавать это как-то. Давайте поаплодируем. Собака у нас не признана официально домашним животным, да, и, естественно, тот кореец, который приехал к нам в Россию, он спокойно может это делать, потому что он живет по своим законам, по своим национальным правилам, да, традициям, которые были у него во Вьетнаме. Но, с другой стороны, он живет в нашем обществе, он живет в условиях... А вот тут уже другой вопрос, действительно, когда мы должны его привлечь, именно потому что, извините, вы на нашей территории, вы должны соблюдать закон. И вы едите наших собак. Ну, давайте тогда, где этот закон? Закон есть. Постановление администрации в правилах содержания домашних животных, именно касающихся собак и кошек. В пункте 2.10 написано, что реализация собачьего мяса в Самаре запрещена. Он живет в Самаре, это закон, он должен его слушаться. Кроме того, вы немного ввели аудиторию в заблуждение, собака признана домашним животным. Сейчас мы можем, вот в Хабаровске, который прославился делом о животерах, по-моему, в прошлом году... Мы к этой истории... Обязательно вернемся. Мы к этой истории вернемся. Нет, это сейчас не про Хабаровске. Там суд, где как раз подтвердил, что собака домашнее животное, и они в областной закон исправили, да, то есть эвтаназию отменили, именно ссылаясь на гражданский кодекс, да, там было... И это не единственный суд, то есть мы можем юридически приютиться. Спасибо большое. У нас есть еще мнение и история из Тольятти. Тольятти, вам слово. Да, спасибо, Самара. В Тольятти, кстати, также растет число случаев проявления жестокости, причем изощренной. Не так давно, в восьмом квартале автозаводского района, орудовала самая настоящая банда малолетних преступников. Шесть человек от восьми до четырнадцати лет зверски издевались над животными. Об этом трудно даже говорить, но я все-таки перечислю несколько примеров. Эти дети, например, убили кошку во время родов, скидывали котят с крыши, а трупы убитых малолетние живодеры прятали в подвале. На беседе с участковыми дети признавались в своих поступках и плакали, но после этого опять пошли убивать. И жильцы вновь и вновь находили очередной истерзанный труп котенка. Есть еще один пример. Толядинские зоозащитники рассказали нам о спасенной кошке. В течение нескольких дней над животным издевались две маленькие девочки, придумывая каждый раз все новые-новые мучения. У нас в студии сегодня находится очень много экспертов, зоозащитников, волонтеров, представителей приютов. И вот вопрос такой. Как часто вам по роду вашей деятельности приходится сталкиваться с животными, которые пострадали от рук человека? Ольга, давайте, наверное, с вас начнем. Я думаю, что не преувеличиваю, если скажу, что ежедневно. Ежедневно? Ежедневно. Потому что если посмотреть наши страницы в соцсетях, то там выкладываются ежедневно крики «Сос, спасите, помогите». Скажите, раньше так же было? Я думаю, что было так же, но сейчас хуже и хуже будет с каждым годом, потому что, это мое, правда, чисто субъективное мнение, безнаказанность плодит преступность. И пока у нас в стране не начнет работать 245-я статья, она не рабочая. У меня вот здесь есть... А вы имеете в виду жестокое обращение с животными, да? Да. Вот выписка «Примеры практики судебных решений приговоров по 245-й статье» за 10 месяцев этого года. Кто там есть? Нет, это по всей стране. 52 за 10 месяцев. Здесь не только возбужденные, здесь переквалифицированные, опять же, в имущественные дела. Я коснусь только вот что. Самары, к сожалению, нет ни одного случая в этом году. То есть, грубо говоря, эта статья вообще не работает? Не работает. В Тольятти один случай, в котором прекращено дело из-за смерти подозреваемого. А что это был за случай? Это случай, где у нас в ГСК разделывал бомж, живущий где-то при ГСК, разделывал животных, собак и ел их. И два, как ни странно, Сызрань, маленький город, два случая за этот год в Сызране. То есть, это напрямую зависит от наших правоохранительных органов. Вы знаете, столько в этом году мы писали заявлений. Я это заявляю авторитетно, потому что я, ну, очень многие случаи я сопровождаю сама. Я даю юридические консультации, как писать заявление, как писать объяснение, на какие статьи ссылаться. Я со многими обратившимися, я езжу в отдел полиции, потому что просто даже подать заявление, и самарцы подтвердят, у них такое же положение. Там не хотят принимать эти заявления. И если человек не знает своих прав в нашей стране, то он просто развернется и уходит. Давайте проясним ситуацию. Абсолютно непонятно, почему не хотят принимать заявление на лицо нарушения закона. Здесь у нас в студии волонтеры. Кто-то обращался в полицию? Да, я обращался в полицию полтора года назад. По какому вопросу? Случай был на Ларина. В среде бела дня, в воскресенье, вышел охранник одного из павильонов и начал стрелять в собак. Я находилась в машине, вышла из машины в это время и пошла как бы... Он пытался его на встречах или что? На пустом месте он начал стрелять? Просто вышел и начал стрелять. Когда я ему сказала, что вы делаете, то есть он не переставал стрелять, то есть его даже не смутило то, что ему на встречу идет человек. Мы написали заявление в прокуратуру. Прокуратура спустила это все до местного участкового. И, грубо говоря, оно все как бы спустилось на тормозах. То есть ни наказания абсолютно не последовало этому человеку. И еще такой момент. То есть мы очень много с Лариной простерилизовали собак. И каждая вторая собака после операции, мы находим пули от пневматики. Да, то есть это сплошь и рядом то, что на Ларина в промзоне стреляет собак. Знаете, у нас прямо сейчас есть вопрос от наших коллег из Самар. Самара, вам слово, пожалуйста, задавайте. Да, у меня вопрос. 245-я статья. Хорошо. А кто-нибудь пытался правильно оформить доказательную базу того, что действительно этот человек обращается с этим животным довольно-таки жестоко? Ведь написать просто заявление – это одно дело. И сказать, да, вот есть сосед, который жестоко обращается. Но а где доказательная база? Скажите мне, пожалуйста, то же самое, как и с докхантерами. Есть доказательная база. У меня статистика вот за последние 10 лет, что я именно в этой сфере работаю. Организация наша называется как раз «Защита животных от жестокого обращения». Повторяет название статьи 245-й. И поэтому я этой информацией сполна владею. Видимо, вопрос был задан неспроста. Судя по всему, доказательную базу собрать не так-то просто. Не так просто. Приходится, например, у нас нет патологоанатома, который имеет право в Тольятти давать экспертные заключения. Поэтому были случаи, что люди, так скажем, небедные люди соглашались на то, чтобы свозить труп погибшего животного от рук живодеров в Самару, сделать вскрытие, заплатить за это деньги. Это единичный случай. Да, потом мы даже до конца, до суда хранили труп этого животного в холодильной камере, морозильной. В общем, собирали всю базу. Мы ходили к главному прокурору в Тольятти с двумя случаями. Вот, по-моему, Инесса Евсеева как раз со мной ходила. По поводу котенка, выброшенного папой на глазах у детей, у малолетних с балкона разбившегося, умирающего у детей на руках. И по поводу собаки, которую выкрали из приюта, перерезали горло, повесили на воротах приюта. Например, приютскую собаку было видео, которое сняли свидетели, сняли, просто попало в камеру наблюдения. Вот. То есть этого видео было достаточно. Там был этот садист, по-другому не назову. Вот. А здесь с котенком мама сама написала заявление на папу. И мы с этими двумя случаями ходили к прокурору, и он сказал, после того, как уже были написаны заявления, были акты ветеринарных освидетельствований, все, прокурор сказал, да, здесь 100% прослеживается состав преступления, будет возбуждено дело. Нет, мы получили, как всегда, отказные материалы. А там что за наказание по 245-й? По 245-й статье, если одним человеком, то до года лишения свободы это максимально, но в основном штрафы. У нас в Тольятти практика была 12 тысяч штрафа и 80 тысяч штрафа. В общем, практически ничего, я так понимаю. Да. Да. А Инесса Усеева, вам вопрос, как директору приюта, вам также приходится ежедневно, к сожалению, сталкиваться с жестокостью? Да, к сожалению, да. Мы ежедневно сталкиваемся, да, видите, все. Вот всю эту картину. А вот приходится выхаживать животных, я так понимаю, к вам попадают раненые животные? К нам попадают раненые, отравленные, вот так же простреленные животные. Сколько удается спасти? Единицы. Единицы. Потому что иногда поздно приходит сигнал о том, что это произошло. Иногда не успеваем как-то, ну вот это все, мы же не сами это все делаем, это все в клинике, вот эти все поездки, очень много занимает время и теряется. Откуда столько жестокости в людях сегодня, как вы думаете? Даже, наверное, не жестокости, равнодушия. Вот у нас прошлой зимой лежала собака раненая, сбитая машиной. Она лежала трое суток на морозе. Проходили сотни людей мимо. И только один человек нашел в себе ответственность, силы, желание все-таки помочь этой собаке. Ее, к сожалению, не удалось спасти. Она именно погибла из-за того, что она замерзла. Получается, одни жестокие, другие равнодушные. У нас есть вопрос из Самарской студии. Пожалуйста, вам слово. У меня, я хочу поделиться опытом, собирание доказательной базы. У нас была договоренность, но она, я думаю, работает с городской станцией по борьбе с болезнями животными. Если не одна собака покипла, а там три, это уже проходит массовый потеж животных. И мы можем вызвать, позвонить городская станция по борьбе с болезнями животных. Они должны приехать, забрать на осветительство. То есть, от чего установить причину вскрытия. Если мы делаем сами, это достаточно дорого. Тысяч пять, да? То есть, установить. А они делают бесплатно. На самом деле, хотелось бы сейчас уже начать говорить и о психологии, в том числе. Потому что эта проблема возникает не на пустом месте, жестокость. Это психологическая проблема, на мой взгляд. И, возможно, она и проистекает даже и из детства. Но все-таки, вот откуда это все берется? Но у меня вопрос к Людмиле. Откуда это берется? Вот получается так, что одни издеваются над животными и чувствуют от этого. Тем более, если речь идет о детях. Определенную радость от этого. Другие, безразличные, нейтральные. Третьи вступаются за животных. Защищают их. Это как? Это, получается, жизнь? Или что? Потому что у нас сейчас получается так, что жестокость зашкаливает. Ну, это, получается, семья. Это жизнь, да. Это психология общества как таковая. И, соответственно, психология семьи, в которой растет ребенок. Психология и отношение к животным, его родителей, отношение к жестокости, либо к доброте как таковой, по сути своей. То есть корни любой жестокости, любого садизма, они исходят таким или иным образом от родителей. Получается, жестокое время? Жестокое время, да. А вообще, правда ли, что, издеваясь над животными, ребенок как бы пытается показать, насколько он силен? Таким образом он доказывает, в общем, как-то свою силу. Если в человеческом обществе, в обществе мальчишек он не силен? Потому что, как бы, та информация о том, что, например, Чикатило в детстве убивал животных, потом стал убивать людей, например, да? То есть это своего рода самоутверждение какое-то? Ну, своего рода самоутверждение, но, опять же, отчего? От того, что ребенок не нашел другой способ самоутвердиться. И понятно, что делать должны родители в детстве? Каким образом они должны своих детей воспитывать? Это что должно быть? Скорее всего, это какой-то личный пример. Даже тоже равнодушие к ситуации, когда родитель с ребенком проходит мимо той же самой сбитой собаки. Вот она лежит, он проходит мимо. Ребенок еще маленький, он добрый сам по себе. Дети, они добрые сами по себе. И ребенок обращает на это внимание. Он говорит, возможно, даже там этой маме, что что-то с собачкой. Мама говорит, фу, не трогай, грязная, мокрая, еще какая-то противная, пошли дальше. Я могу сказать, что не нужно детей чему-то учить. С ними надо жить. Их надо любить, и они тогда тоже научатся любить и научатся жить так, как вы хотите. Они имеют в виду даже без отношения к животным. Просто люби ребенка, и он будет любить животных. Примером нужно быть для детей. Потому что, ну, как объяснить ребенку, что это животное, оно не работает, оно не может себя прокормить. Только примером. Только так можно. И что, оно маленькое, слабое, и все маленькое, слабое, несчастное, да, должно иметь право на ласку. И отвезти ее в ветеринарку и помочь. Потому что, ну, это все равно зачатки будущего. Потому что так же вот человек сломает себе ногу, и он так же пройдет мимо потом. Спасибо большое. Чуть позже мы вернемся к этой теме, пока передаем слово нашим коллегам из Самары. Спасибо, Тольятти. А у нас есть такой небольшой рецепт воспитания детей от Виталия Рылеева. На самом деле, когда ко мне приходят родители и приводят своих детей вместе с собаками, там, действительно, я прослеживаю где-то, что дети иногда даже более жестче работают с собаками, дрессируют, чем даже родители, да. А я говорю, да, вы знаете, это немножко слишком жестоко, это немножко слишком жестко. Вот. Или в этом случае я всегда говорю так, давай так, вот я тебе сейчас подойду, ущипну, и скажешь, ты больно или не больно, да. Или как у меня сын, допустим, там, пытается, там, что-то там, какой-то там живность обить. Я говорю, смотри, вот давай я тебе сейчас за ушко ущипну, тебе больно, он, ай, больно, все. Так дети, получается, они смелее или они агрессивнее? Они немножко агрессивные, но они агрессивнее от того, что они вот... По незнанию. Да, по незнанию, вы знаете, на самом деле... То есть ребенку важно показать, да, что собачке больно. Да, это больно, да, и ущипну, это, кстати, американская система воспитания детей, жестоких детей, один из элементов этой американской системы, вот. И у нас то же самое, я как бы давно это знаю, что если ты, надо показать ребенку ассоциацию провести, вот видишь, вот тебе больно, и собаке или кошке тоже больно. Ну, родители этого не делают, они не знают, они пытаются объяснить, но есть дети такие, до которых достучаться реально словами очень сложно. Вопрос в том, что, понимаете, у нас ситуация с животными не от того, что кто-то плохой или кто-то хороший, у нас вся ситуация во всем мире просто от безнаказанности. У каждого ребенка на становлении его личности бывают этапы агрессии. Здесь нужно, чтобы за этим смотрели родители. Либо эта агрессия будет, и он эту агрессию отнесет там в спортзал, вот эту лишнюю энергию, например, будет заниматься каким-то спортом, будет заниматься какими-то полезными вещами. Либо ребенок будет предоставлен сам себе, и вся эта агрессия от родителей, от школы. То есть, возможно, его обижают в школе, возможно, с родителями что-то не так. У всех есть агрессия, с этим глупо спорить. Вы знаете, психологи, на самом деле, не рекомендуют в семье заводить животное до трех лет, если маленький ребенок. Почему? Потому что он не может адекватно оценить свои действия, и что причиняет он вред животному или не причиняет. Это первый момент. А второй момент, знаете, зачастую мы сами как бы наблюдаем, что родители, видя, когда их ребенок какие-то действия делает по отношению к животному, не очень хорошие, они снисходительно говорят о том, что он же еще маленький. Вот на вот этом моменте уже надо родителям обращать внимание, никакой он не маленький, объяснить, не надо ребенка ругать за это. Он замкнется, и у него появится больше злости к этому. А нужно просто ему объяснить, вот давай я тебе покажу, как нужно обращаться к животным. Вот это вот будет уже правильная позиция. А бывает такое, что ребенок уже не маленький, и ребенок мучает животных. И не только мучает, но еще и убивает. И убивает самым жестоким образом. И причем действует не один, а вместе, например, со своей подругой. Очень громкий случай, который прогремел на не то что Хабаровск, на всю Россию. О мотивах, наверное, остается только догадываться, что это. Желание забывать популярность в интернете, либо действительно какая-то кровожадность. Откуда истоки вот такого обращения с животными? Дети изначально наследуют своих родителей и учатся от них своему поведению. И фактически сегодня, если вот так рассматривать проблему, жестокий ли малыш или он добрый малыш, это семейная ситуация, которая покажет. Вот эти девочки, они уже не малыши, и они не знают, что они наследуют. Подростковый возраст, это же ведь период, когда у ребенка просыпается его внутреннее «я». То есть, если в чем-то произошла где-то трагедия, а трагедия может быть в семье в плане того, что он был брошен, никому не нужен, его воспитывали через деньги, то есть откупались какими-то покупками. Здесь нужно очень серьезно анализировать семейную ситуацию в жизни. Ну, понятно, вьетнамец, да, культура, там не было агрессии, не было жестокости, он просто, ну, делал свою работу. Здесь агрессия, здесь жестокость. Что произойдет потом, если на этапе, вот когда им 17 лет, они так жестоко убивают животных? У меня был такой случай, когда обратилась мама, я врач-психотерапевт и медицинский психолог, у нее была двойня, рожденные мальчики, и они в паре творили такие чудеса в квартире, что она уже не справлялась. У нее была няня и все такое прочее. Они сбрасывали котенка, они включали такое количество воды, что затапливали квартиру. Но самое главное, что здесь ведущие, как бы, начало было в том, что у детей была минимальная мозговая дисфункция. То есть они были еще недоразвиты. Давайте вспомним себя. Кто помнит себя в 4 года? Поднимите, пожалуйста, руку. Есть такие? Их очень мало. Я спрашиваю у студентов, я преподаю в медуниверситете, и редко кто себя в 4 года помнит. Поэтому просыпается человек, осознает свое нравственное начало к 6 годам. А до 6 лет он где находится? Он на бессознательном уровне считывает свою семью, свое окружение. И, к сожалению, сегодня общество, я вам говорю, оно не очень красиво. Мы не можем похвастаться, что мы вот такие же, как в Европе. Вы знаете, я немножко не согласен с большинством. То, что вы говорите, я не согласен. Во-первых, вам надо просто посетить молодежные всякие, всякие разные молодежные форумы и соревнования и так далее. У нас очень много, огромное количество. А то, что вы говорите о жестокости, индивидуумы, они были в советское время. Вы забыли про это. Просто раньше об этом не говорили, сейчас об этом говорят. Извините, эти две девочки, которые из Хабаровска, они просто говорят, они выставляют это на показ. Это две уродки, которые, извините, на всю страну. Ну, таких очень маленькое количество. И плюс генетика, еще генетика, вы забываете об этом. Чистый лист, нету сознания. Есть генетика. И переходит все генетически еще в рождение. Генетика рождается чистым в плане своего внутреннего мира. У него еще его нет. Он будет его записывать в процессе своего роста и развития. И есть уже доказанные периоды, когда, допустим, психическое развитие ребенка, его эффективность, аффективность, она есть и может быть, и может проявляться. Но самое главное, что я говорю, что в периоде, допустим, до шести лет он еще неустойчив. Куда он пойдет, чем он будет заниматься, все-таки определяет семья. У нас провал. У нас есть семьи, которые вообще не обращают внимания, кто у них родился, как они живут. Вы называете детей уродками. То есть это уже ваше высказывание, которое... Моральные уроды. А как их еще назвать? Так, вот вы послушаете. Вопрос в том, что когда детям такое говорят, они становятся еще более агрессивными и жестокими. И если ребенка ругают в школе, все преподаватели вызывают на педсовет, а потом жалуются родителям, родители его ругают дома, ребенка никто не поддерживает, ему ничего не остается, как придумать свой мир там виртуальный где-нибудь в компьютере, со своими сверстниками, самому себе... Послушайте, это еще... Вообразить себя собачку-драконом и пойти с ней бороться, так что... Это еще очень мягкое выражение по отношению к этим девушкам. В интернете их обзываются намного хуже. И согласитесь, что поступок, который они сделали, он не достоин награды. У детей другой мир, понимаете? То есть мы не можем на них давить. Это... у них все обостренное, сознание обостренное. Слушайте, ну, детьми их можно называть и до 30, на самом деле, для родителей, я говорю про детей от 10 до 15 лет, к примеру. И, соответственно, дети не боятся ничего. То есть что можно сделать? Вот случай был у нас, допустим, недавно. Женщина нашла котенка на улице, над которым издевался мальчик. Просто очень жестоко издевался, не буду даже рассказывать, как. Соответственно, она у него отобрала этого котенка, сказала, что ты такой плохой мальчик, соответственно, всеми бранными словами. Мальчик ей сказал, мне за это ничего не будет. Я этих котят убиваю, убивал, и никто меня за это не накажет. Потому что я маленький, я знаю свои права. А вот тебе, если ты меня сейчас пальцем тронешь, тебя посадят. Вообще тема социальных сетей, она на самом деле очень важна. И очень хорошо, что вы эту тему затронули. Мне просто хотелось бы сделать, ну, по минимуму небольшое отступление. Просто мы все должны понимать, этого раньше никогда не было. А сейчас социальная сеть, на самом деле, это означает, она лишь только одно. Ты становишься знаменит за секунду во всем мире. Вы должны понимать, что эти девочки две, снимая это все, зная, что им грозит наказание, они все равно это снимали и показывали. Для чего? Для того, чтобы об этом узнал весь мир. Да, погоня такая за ним и слава. Та же самая была трагедия вот недавно в школе, со школьниками в Пскове. Что они делали? Они это транслировали в перископе и собирали лайки. То есть они переживали, что у них мало лайков. Вот этого раньше не было. И это сейчас проблема, на самом деле, глобальной информации. И вот как это остановить, Василий? Ну, никак. Глобальную информацию мы не остановим, наверное, никак. Но вот притормозить вот это желание прославиться на весь мир, то есть объяснить, наверное, может, детям, что таким образом прославляться нельзя, убивая животных хотя бы вот так, да? А поймут ли наши дети? Вот, наверное, это надо. Ольга, как вы думаете? Наши дети поймут. Наши дети не могут допустить даже мысли жестокого обращения. И если вы детей будете, как бы и какие бы нотации им не читали, какие бы морали им не доносили, если будут они ходить во все кружки и спортзалы, но если мама с этим ребенком уезжает с дачи, закрывая на зиму домик и отшвыривая кошку, которая прибилась летом, все вздохнули, потому что это больная тема. Дачный сезон закончился, начался сезон спасения животных с дачи. И если ребенок видит, что мама откинула кошку и сказала, проживет как-нибудь, и уехали, ребенок это сразу себе взял во главу угла по отношению к животным, по отношению к младшим, мелким, несчастным, слабым. Ну понятно. Хотел бы вернуться к соцсетям по поводу лайков вот этого всего, с этой темы. Она действительно очень актуальна, потому что, ну, большинство соцсетей, ну, скажем так, они безнаказаны. То есть вы можете выложить видео, и вам за это ничего не будет. Я считаю, что надо наказывать тех людей, которые не ставят ограничения на этих сайтах, пабликах и так далее, тому подобное. Потому что, ну, как бы дети именно гонятся, правильно высказать, за какой-то славой обращения внимания на себя, как, ну, это детская психология. Безусловно. И они любым способом пытаются к себе привлечь внимание. Соответственно, доступность к таким вещам, то есть как выложить видео, допустим, на тот же YouTube, да, там, или ВКонтакт, в соцсеть любую, в принципе, у нас, очень мало ограничений есть. И я считаю, что надо наказывать именно, ну, либо проводить хотя бы какую-то работу с людьми, которые организовывают такие соцсети, потому что, ну, как бы это ненормально. Да, мы говорим, конечно, об определенной свободе у нас, демократическое государство, но нужно понимать, что все равно в любом случае это дети, за которыми в любом случае нужен определенный контроль. Они, несмотря ни на что, они даже и в 14 лет все равно дети. То есть здесь все равно нужны какие-то определенные ограничения. Нужно понимать, что тут один шаг в следующем и в будущем до реального преступления и ухожения с животными, а с людьми. Для любого подростка и ребенка, потому что то, что он видит на экране, как действуют взрослые, для него это тоже воспитание, он тоже это впитывает. Ребенок, он впитывает все, в принципе, свое. Я считаю, что определенные репрессивные меры в отношении социальных сетей, мне кажется, были бы неплохи в данной ситуации. Да, и о воспитании и любви к детям у нас как раз есть комментарий наших гостей. Пожалуйста. Да, я хотела бы продолжить эту тему. Я считаю, что здесь нужно личным примером показывать детям, как нужно с животными общаться. Во-первых, заведешь, например, кошку, собаку, ребенок утром проснувшись, он понимает, что это животное нужно накормить. Допустим, говоря о моих детях и уже о внуках, они уже четко знают, допустим, что животное нужно покормить. Они знают, какой корм нужно давать, допустим, в какое время, где его нужно купить, допустим. Потом, как нужно правильно гладить животное, не нужно его обижать, потому что дети маленькие, они зачастую балуюсь, допустим, пытаются наступить на хвост, дернуть за ухо, там, ткнуть пальцем в глаз. Начинаешь объяснять, что этого делать нельзя, потому что это будет больно животному. Объясняешь, что нужно обязательно животного показывать ветеринарному врачу, делать осмотры, прививки ему. Вот, и когда находишься с тем же ребенком на улице и выходишь, допустим, с того же магазина, с той же школы, очень часто видишь, как животное прибивается к ногам, да, и ты не проходишь мимо, и пускай ты потратишь там 10-15 минут, но ты вернешься с этим же ребенком в магазин, купишь корм, купишь ту же колбасу, ту же сосиску даже, и обязательно вернешься, накормишь этого животного. И как раз вот показывая и доказывая это, ты будешь учить этого ребенка, как нужно поступить. Мне кажется, на самом деле мы можем говорить сколько угодно о доброте детей, о воспитании их милосердными, но прежде всего, да, действительно, это пример взрослых и то, как взрослые научат их ответственности. То есть невозможно, ну, мне так кажется, невозможно научить ребенка быть добрым, но научить его ответственному отношению к животному, тогда он, наверное, будет менее жестокий. Я вообще хотела сказать то, что не только родители воспитывают ребенка, а это все зависит еще от того, что сейчас очень много социальных сетей, на самом деле, в которых вот эта провокация идет на жестокость. Что предлагаете, запретить? Запретить какие-то социальные сети, ограничения по возрасту ввести в социальные сети, потому что там такие видеокартинки. Проще запретить, это самый простой выход, говорит, но вы поверите, с интернетом это не сработает. Обойдут. И сейчас обходят. Ну, понятное дело, то, что по возрасту обходят сейчас. Но на данный момент то, что именно от родителей складывается воспитание ребенка, это не совсем правильно. С появлением социальных сетей уже родители отходят на второй план. Сейчас у детей, у семи-восьмилетних, уже у семи-восьмилетних детей есть айфоны, телефоны, которые со всеми доступами в интернет и так далее. Поэтому... Но, знаете, вы сейчас сказали очень... Согласитесь, те дети, которые воспитываются... Нет, на самом деле. Вы сказали очень удобную вещь для родителей, которые могут сейчас послушать, принять это мнение и сказать, слушайте, ну, от меня-то уже ничего не зависит. Ну, смотрите, интернет. Давайте обвинять во всем интернет. Может быть, и родители, которые изначально воспитывают детей нормально, не позволяют, чтобы в семь лет ребенок, кроме айфона, телефона, планшета и другого гаджета ничего не видел? Может быть, просто воспитание начинается немножечко раньше? Почему дети ведут себя так? Потому что родители не прививают, не приучают и вообще не учат отношению к животным. Животное, как правило, у нас сейчас – это игрушка. Очень часто коллеги наверняка скажут, поступают звонки. И, вы знаете, у нас ребенок наигрался. Мы взяли там щеночка, там, котеночка, он вырос и перестал быть таким красивым и мишным, царапается, кусается. Вы его заберите, пожалуйста, мы поиграли, нам уже не нужно. То есть их не только берут, их потом и отдают спустя в каком-то переходном возрасте животного, также не занимаясь воспитанием. Поэтому, да, я согласна с тем, что до пяти, до шести лет лучше животных детям не отдавать. У меня ходят на группу дети, дети ходят, и они великолепны, то есть их животные, понимаете? Вот такое ощущение, что у вас… Какого возраста дети? У нас шесть-семь лет, интересно. Нет, ну хорошие вещи есть, конечно. Раньше, пожалуйста, у нас есть примеры, когда… Нет, у вас в практике есть до шести? До шести, конечно. Сколько процентов групп детей у вас до шести лет? Они приходят вместе с родителями и стоят, и они смотрят, и учатся, как это делают. Хорошие дети есть, их достаточно много. У вас одни уже дети, одни живодёры здесь собрались. Мы говорим о том, что нам нужно беречь животных, мы говорим о том, что животных нужно оберегать, нельзя их убивать, нельзя их мучить, но мы забываем о том, что на наших улицах огромное количество бродячих животных, которые сами же нападают на людей, которые кусают наших детей, которые калечат наших детей. Что делать с этим? Породистых собак от мала до велика, ну, по породам я имею в виду, да, очень редко выбрасывают. И когда мне звонят, ребят, не надо, когда мне звонят, звонят и говорят о пристройстве. Я понял, Виталий, выбрасывают много достаточно. На пристройстве в приюте породистые собаки, обращайтесь. Метисы, пожалуйста, да. 73 таксы за два года с улицы. 73. Злобные собаки, действительно, их действительно могут быть. Таксы не злобные собаки. Есть Авито, есть там, ну... Охотничьи собаки. Охотничьи, пожалуйста, кому нужна... Такса. Нет, ну давайте определимся, что если на улице породистую собаку и обычную собаку, обычных собак на улице больше. Да, про обычных собак, я хочу вам сказать, что откуда берутся обычные собаки на улице? Это все потомки бывших домашних животных. Это все... Вот вы выкинули эту... Не вы, человек выкинул кошечку, выкинул собачку. Они размножаются на улице. Это они не из космоса, понимаете, к нам прилетают. Давайте вспомним, что человек, в принципе, приручил волка и появилась собака. Но, естественно, все руками человека делается. Но они же ходят по улицам, и они... Есть ответ, что делать, почему, откуда берутся протячие животные, и что делать вот в этой, не в какой-то идеальной ситуации, а вот что делать сейчас. У нас есть прекрасный опыт Санкт-Петербурга. Программа разработана управлением ветеринарией, что важно, не чиновниками, а именно ветеринарами, биологами. Там нет ни одного случая бешенства много лет. Там мы можем посмотреть статистику. В Самаре 4 случая бешенства за прошлый год. Там собак меньше, чем в Самаре. Наш город или Санкт-Петербург, сравните. При этом даже по бюджету, если сравнивать... Метод какой? Да, стилизует, вакцинирует от бешенства и выпускает. И таким образом, по биологическим законам, популяция становится... Она не возрастает. Аккреция меньше. То есть это все статистики... Что вы скажете тем людям, которые подкармливают собак? Это программа была 3 года назад. Милосердие. Она и сейчас есть, да, эта программа. Вроде бы милосердие, проявление милосердия, а с другой стороны создание кормовой базы и увеличение популяции. Нет, если собаки... Вот сейчас опекуны, они уже не только подкармливают, они их стерилизуют. И стерилизовали больше, чем по городской программе наш департамент. Что же делать с детьми и с людьми, которые жестоко обращаются с животными, вообще как им жить или как с ними поступать? Самое главное, мне кажется, если вот такой случай произошел, нужно вот все-таки человеку дать возможность его пообследовать. То есть что он? Он нормален с точки зрения вот своего психического состояния? Потому что мы сейчас об этом не говорили, но есть люди, которые просто психически неуравновешены, и они неполноценны. И поэтому они могут свою агрессию именно выражать таким образом, чтобы, ну, как первый этап, вначале убью животное, а потом, может быть, еще что-то совершу. Вот это самое основное. А потом, я так думаю, что все-таки повышать культуру. Вот у вас дети ходят вместе с родителями, и как бы вот на этих выставках. И это является тоже как бы одним из отражений в их отношениях к животному, да. И еще я бы, наверное, в школах, да, действительно, наверное, нужны какие-то живые уголки, какая-то волонтерская работа, которая бы в этом направлении давала вот эту пищу для своего развития ребенку. Ну и еще такой момент. Если вот было последнее совещание, и у нас, вы знаете, какое обсемнение почвы содержимым фекалий животных. То есть мы с вами вообще будем не то, что задыхаться. У нас, ну, я не знаю, что надо сделать, чтобы культуру людей, которые имеют животных, повысить. Начните с малого, возьмите совочек и пакетик. Хорошо, хорошо. А вы знаете, что надо делать? Вот опять же, мы сейчас здесь говорим, но кто-то реально практически это делает или нет. Вот у меня люди приходят, они все приходят с мешочками, и у меня на площадке есть совочки. Вот. Вот среди присутствующих культурных людей. Спасибо вам, правда. Спасибо за то, что вы это делаете. В Европе есть такая система, то, что существуют классы детей с какими-нибудь заболеваниями, то есть типа ДЦП. И то есть там есть животные, которые прошли, сдали экзамены на агрессию, то есть самые терпеливые животные, они занимаются с детьми, там дети. Их и гладят, и с ним подкармливают, гуляют. У нас по санпиновам не положено, да? То есть такое существует, и как бы я считаю, что это тоже плюсом, что хотелось бы и в нашей стране такое тоже наблюдать. Но у нас не положено по санпинам, у нас живых уголков нет. А как же у нас центры реабилитации, куда приводят и собак, и лошадей, у нас это есть? Спасибо. А мы передаем слово в нашу тольятинскую студию. У нас в студии есть жительница Тольятти, у которой, как выяснилось, была убита собака. Мы хотим предоставить вам, Елена, слово. Расскажите, как это было? Меня зовут Елена. У меня убили 10-месячного щенка по роду сибирские хаски. Если кто-то знает, это самые безобидные животные, которые, в принципе, не способны на агрессию к человеку вообще. Убит был мой щенок выстрелом из оружия, из охотничьего ружья. Я, ну, к сожалению, не то, что к сожалению, а вообще просто как бы констатация, не в нашем регионе это случилось. И самое главное, у меня еще есть 14-летний сын, подросток. И получилось так, что сын собаку, убитую только что, еще, можно сказать, с теплой кровью, опознавал мой ребенок. Опознавал по глазам, потому что на месте на этом было две собаки этой же породы, и у одной из них было вкрапление просто, то есть у моего убитого щенка были чисто голубые глаза. И как вот здесь вот я слушала на протяжении длительного достаточно времени, рассуждений было масса о воспитании, о ситуации в семье, о социуме вообще. Как здесь можно говорить, как воспитать ребенка на собственном примере, на своих поступках, если в его присутствии убивают одним выстрелом абсолютно беззащитную собаку, и ребенок опознает ее по глазам. Этот, естественно, преступник, правонарушитель, значит, он никуда не скрывался, задействованы были органы полиции. За это время, с 1 января 2016 года, у меня на руках восемь постановлений об отказах в возбуждении уголовного дела. Восемь. Мною лично, то есть я эту тему досконально изучила, множество законов, подзаконных актов, уголовный кодекс, процессуальный кодекс, гражданский, мной, я вот сегодня специально посчитала, было написано более 70 жалоб во все инстанции, начиная с местной прокуратуры, республиканской, генеральной, МВД республиканской, МВД Российской Федерации. То есть я за это время провела такую массу работы, и в итоге я по-прежнему сталкиваюсь с безнаказанностью. То есть законы не то, что не работают, а наши правоохранители делают все, чтобы они не работали. Но, судя по всему, вы до сих пор не опускаете руки. Нет, я не опускаю руки, я продолжаю мое заявление действительно в течение двух лет, я тоже изучила этот вопрос. На протяжении двух лет, я думаю, мы еще плюс восемь постановлений получим. Я буду до конца добиваться правды, и пока у нас все эти живодеры, которых вот тоже говорили, там Самара, там что-то, я считаю, что таких людей надо отправлять на принудительное лечение, потому что ни один человек адекватный, с нормальной душевной организацией, с моральными качествами определенными, никогда не ударит собаку, которая к нему подошла поздороваться, она к нему подошла, а ее там убивают, над ней издеваются. Это патология, этих людей надо лечить просто. Подытоживая, я хочу сказать, что все-таки мы до конца не знаем всех рецептов, как победить жестокость, но затрагивая эту тему, надеемся, что наша программа помогла задуматься о том, какие мы на самом деле. Возможно, наш разговор заставит кого-то другими глазами посмотреть на этот мир. Представьте, вы протягиваете свою руку бездомной беззащитной собаке, а она вам в ответ свою лохматую лапу. Но разве можно сделать ей больно? Чтобы не было брошенных животных и жестоких детей, нужно помнить одно слово – ответственность. И за тех, кого мы приручили, и за тех, кого мы воспитываем. Наверное, в этом и есть суть дела. Всего вам доброго. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»